Для официального назначения в администрации собрались руководители краевых министерств, управлений, департаментов, главы городов и районов, общественники, а также представители бизнеса Кубани. В своей речи Владимир Устинов отметил, что в Краснодарском крае созданы все условия для динамичного развития. И главное теперь все это сохранить и продолжить развитие. В связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации Краснодарского края Ткачева назначить Кондратьева Вениамина Ивановича временно исполняющим обязанностям главы администрации Краснодарского края до вступления в должность лица избранного главой администрации Краснодарского края, освободив его от занимаемой должности. Полагаю, что накопленный опыт в том числе и в Краснодарском крае будет способствовать вашей практической деятельности в интересах жителей региона. Здесь на Кубани имеются все условия для динамичного развития, мощный экономический потенциал, уникальные природные ресурсы, развитая инструктура, энергетические, трудовые и образованные люди. В то же время остается нерешенным ряд проблем. Хотелось бы несколько слов сказать о том, что, ну, я думаю, что повторять слова президента об оценке труда его предшественника Ткачева Александра Николаевича, я думаю, будет неправильно. Все вы слышали эту оценку? Это оценка положительная. Я думаю, что мы все поддержим, поблагодарим Александра Николаевича за тот труд, который он на протяжении многих лет посвятил работе в нашем крае. Вениамин Кондратьев на Кубани человек не новый. 11 лет он проработал вице-губернатором Краснодарского края, после чего перешел в управление делами президента. Поэтому в регионе его воспринимают как человека знающего, но при этом с федеральным взглядом на решение существующих проблем. Позвольте первое мне еще раз поблагодарить Владимира Владимировича Путина, нашего президента, за доверие. И я приложу максимум усилий, чтобы это доверие оправдать. Конечно же, я вернулся домой. В край, который очень люблю, который мне очень дорог. Я знаю край, я знаю регион, знаю сильные и слабые стороны его жизнедеятельности. И поверьте, все, что сделало его сильным и кто его сделал сильным, я возьму с собой. А то, что сделало его уязвимым и кто его сделал уязвимым, мне с ними не по пути. Моя задача, как я ее для себя вижу, это дальнейшее развитие экономического потенциала региона, повышение социального и медицинского обслуживания населения, рост, конечно же, их финансового и материального благополучия. Поэтому моя задача сделать максимально выгодные и комфортные условия для всех, кто проживает на территории края. Коллеги, я хотел бы обратиться к вам с просьбой. Я бы очень хотел, чтобы мы были не просто коллегами, а единомышленниками. Это принципиально важно. Чтобы мы плечом к плечу, шеренгой прошли тот путь, который нам обозначен Богом. И ту задачу, которую поставил передо мной президент, мы все вместе, не прогнувшись перед совлазнами жизнью и не выпав из этой шеренги, конечно же, выполнили на благо нашей горячо любимой Кубани и Краснодарского края в целом. Новый руководитель региона уже приступил к своим обязанностям. Он провел встречу с главами района, а после совершил объезд по городу. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». То да, правда.